один человек до записи следующий раз теперь раньше награды с какой-нибудь африканского континента у душе истины и живи в детстве и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю прийти все не сомны и очистены от всякие скверны и спаси блаже души нашу Отец наш Небесный, молим Тебе именем Господа нашего Иисуса Христа благослови это наше собрание послому Твоему Святому Господе дарю провести все занятия дарю Господи чтоб мы были как Мария у ног Твоих и услышали все слова Твои которые Ты ей говорил голосом Твоим тогда она слышала прям Твой голос дарю Господи нам услышать эти слова которые будет читать нам брат как будто ты нам говоришь их и чтобы мы так их и восприняли с радостью удовольствием чтобы у нас никогда первая любовь к Тебе не пропадала слава Тебе за все Отец и на Святой Дух Аминь во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Марка 5 глава с 1 по 5 стихе И пришли на другой берег моря в страну Годоринскую когда вышел он из лодки тотчас встретил его вышедший из гробов человек одержимый нечистым духом он имел жилище в гробах и никто не мог его связать даже цепями потому что многократно был он скован оковами и цепями но разрывал цепи и разбивал оковы и никто не в силах был укротить его всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал он и бился о камни Матфей говорит что было два бесноватых а Марка и Лука говорят об одном сие последние избрали лютейшего из них и повествуют о нем бесноватый идет и исповедует Христа Сыном Божиим так как бывшие на корабле недоумевали о том кто он то последует достовернейшее свидетельство о нем от врагов разумею бесов бесноватый жил во гробах потому что бес хотел внушить через это ложную мысль что души умерших становятся бесами чему никак не должно верить маловато здесь сказано почему то в духовном плане ничего не сказано как будто вот ну не видели мы таких бесноватых ну кто видел таких бесноватых ну по телевизору даже показывают там вот этот как Владимир отец здоровый такой и к нему подводят там ну и даже и то там не так они ну беснуются да там кричат там орут и дергаются а здесь бросались на людей убивали людей ну таких нет нету их ну не увидели мы и что это для нас нам что это дало то на сегодняшний день мы вот сейчас здесь сидим перед словом Божиим мы Мария Христос нам говорит и что мы услышали здесь да тяжелые бесноватые сильные действительно ну и сильные ну и что дальше то ничего не узнали беснование идет тогда когда нету рядом Христа беснование идет у нас весь мир бесноватый вот у нас появился новый желание желание назвать братом вот и спрашивает нас он говорит а вот я сегодня выходил на оглашенные изыдите и говорит стоял там молился как то и ну про себя там разговаривал с собой и думаю подожди а я раньше ходил в храмы и там тоже оглашенные изыдите говорят а правильно быть в храме но когда на литургии верных ты должен быть троекратно погруженный так никто не троекратно не погруженный это что всей церкви выйти надо что ли мы говорим ну рассуждения то и такие верные что аж страшно становится то есть беснование достигло вот этих пещер вот эти храмы это пещеры они там прячутся бесноватые видели фильм я легенда посмотрите его манкурты манкурты в темноте в пещере в горах и строят купола такие великие а вот софия высотой восемьдесят девять метров а у нас собор в барнауле стоит на балтийской сорок девять метров а там еще а пирамиды еще больше и что а пирамиды язычники строили выше выше туда куда-то к богу а мы крест к богу поднимаем да не к богу крест нужно поднимать а взять крест свой смотреть на Христа и идти за ним принять Христовы страдания не Христовы страдания а принять их в сердце что Христос за тебя пострадал за тебя умер Христос а так и будете в пещерах своих сидеть с цепями еще как-то пойдут с кадилами и бубенчики брык 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 евангелие берут но евангелие да ну возьми читай нет на голову нужно положить Ну поцеловал один раз Поцеловал-то Евангелие То не целуют его там Крест целуют, Евангелие не то не целуют Это у нас здесь поцеловали И кажется, ну так и должно быть, ничего подобного И вот ходят на голову На голову Евангелия А что плохого на голову Евангелия? Ну а что тогда Ну крест сделали тогда Евангелие Или что-то придумали, ну зачем? А еще больше икону ставят Корабейниковскую у нас Берут маленькие такие иконочки Люди подают, и священник берет И вот так натирает по иконе И дальше отдает Я выхожу там, спрашиваю одна Целует эту иконку, я говорю А это что такое, это что такое сделали-то? Ой, там столько благодати Благодать на нее прям батюшка мне сам передал Языческое шатание Это вот это беснование уже Не просто языческое шатание Понимаешь в чем дело? А это страшные бесноватые А мы с ними рядом ходим, разговариваем Пытаемся, вот подходил Евгений с ними Беседы вел А они, в глазах у них другое Они понимать-то понимают Но делать-то не делают Они говорят это Это делается Так, а эти бесноватые Они такие же точно были Они понимают, что они людей убивают Они могут остановиться Потому что бес в них, а не Христос И вот пока бес не придет Не оденет их в одежде чистоты Пока Христос не придет Бес никогда оттуда не выйдет Так и будут бесноватые Ну как-то получилось, что я сегодня первый раз у вас на собрании На службе, на литургии, да? Ну батюшка когда Да, когда батюшка Когда он сказал Я стою прямо так же молюсь, как все Да, все То есть похожего много С теми хранами практически все Есть, конечно, моменты, где чуть-чуть не сходится Но не сходится опять же со стороны язычества Поклоны там Перекрещивания Вот А потом когда дошли до слов Оглашай на язык дети Я себя просто спросил Ты кто? Ты крещённый? Правильно? Вот вообще Как надо? Ну в реальности? Нет Значит что стоишь? Иди Выйди Все, я вышел Я думаю Так Вот теперь давай Начинай все сначала Вот отсюда вот И пошли К Христу Прямой дороги Да помоги Господи Вот ты из пещеры вышел Вот из своей пещеры вышел Я просто Сам на себе ощутил Да Ощутил вот это все Я не то что просто там Как-то понял Да Я просто ощутил на своей шкуре В своей душе Что да Я тот оглашенный Который должен выйти Просто сразу мне раз А я думаю В храме-то Вот я в храме ходил Да сколько? Ну вот Год там полтора Ну так вот забегу где-то Забегу так же Вот мимо еду Да забежал В чем был там И в том забежал Ладно Думаю А когда до этого Мы доходим В воскресную службу Там перед причастием Оглашенный изредитель Все стоят Это значит что думаю И все батюшки должны Все покинуть его Уйти Потому что многие же так Вещенные Как и я В принципе По голове мазанные Там мне брызганные Все Толпой где-то Что-то как-то И батюшки И батюшки должны тогда выйти И думать Что тогда происходит Идея истина И какую истину Мы тогда несем Если мы сами не истинны Тогда и у нас не истина И изолита нас не то И причастие мы получаем Не то Если мы такие Не изъединенные Да и у них тоже Супятые Поэтому я говорю Что это Ты еще вспомни Сколько Ты живой Ты счастлив Что ты живой И ты это все слышишь А люди Которые уже умерли И они понимали Что что-то не то А никто им не смог сказать Не было ни интернета Не было ни видео Они не смогли выйти На Игната Тихоновича Хотя многие выходили Но многие-то И не вышли Потому что Кто-то Стеснительный Кто-то Семьемного работы было Кто-то больной И так далее Понимаешь в чем дело И теперь И теперь что нужно делать Вот то что ты сейчас говоришь Это счастье Для многих людей Что люди Сейчас увидят тебя С твоими чувствами Такого человека Такого же как они Вот я допустим Все время был оглашеном 96 год это был Игнат Тихонович Выходил к нам Помню в Потеряевке И мы там стояли Много нас там было Ну человек 30 Там больше И он нам проповедь Говорил Оглашенном Там идет служба Многие такие глаза О чем мы вышли А зачем мы вышли Вот как нас Даша спрашивает О чем мне вот выходить Зачем И он нам начинает говорить Почему Потому что Вы не со Христом еще Вы должны заслужить Быть верными Выйдите из пещеры Тьмы этой вашей У меня прям слезы И многие плакали Это потому что Тогда ты начинаешь понимать Как так А я в том храме стоял Думаю Мысли такие Молодушные Да А что я сюда-то пришел Там бы стоял А другой тебе говорит Ну ты и трус А все это Это же все правда Так и должно быть Ну да Так мне Вот ты сам с собой Внутри говоришь И потом Ну делай вывод какой И я прям как в омут Вот так кинулся Холодной воды У меня такое было чувство Душа моя бросилась Я думаю Все Надо идти за истиной И тогда вот все Передо мной открылось И вот это Молчанием придается Бог 14 материалов Которые мне Тетя Алла передала Так я хотел Сразу сходу У меня тоже самое было Я же недостатки Как я заметил Шоу И просьба Прямо на выходе Мне просьбу бросили Большую Большую просьбу Я успел там скачать Писали на два Вы когда идете Почему никто не смотрит Что калитка открыта Понимаете Вот эта вот Слепота Или как назвать Безразличие Никуда не годится Открыто все Когда открываете ворота Сначала калитку Открыть надо Калитка узенькая Палка Она привязанная Теперь Когда ворота открываешь А ворота открывать Это некуда Она уперлась в палку От калитки Вот она Теперь давите Доску выломали А доску такую Не найдешь И все из одной Дурнина Ну мы же верующие Крича Кричу не открывай Калитку сначала Калитку сначала открой В калитке Палка Которая Она привязанная А ты эту воротину Открываешь У тебя уже рычаг большой Ты даже не чувствуешь Что ломается Трещит Что это такое Что доломали Это мелочь Уже не один раз Ломали Идешь не закрыто Как у нас отец Был пастью открытым Ну почему не закрыть Я сейчас Стал закрывать Вася кричит Не закрывай Уходит А куда ты пошел От ужина От обеда И домой побежал Ну да Он так и сказал Мне топить надо 100% вранье На улице 15 градусов мороза Он все еще не топит А сегодня положительно Еще время Часа дня нет И он будет топить Для ночи Как Козлов Сергей В интернете Зашел Одни брехуны Одни брехуны Виталий отвечает Почему он вышел На мой канал Я понял Здесь абсолютная правда Ни одного слова Вранья нет Это первое Второе Воротины Когда Делайте Вот две воротины Вот они сходятся Так Палку вставляют А вот она Палка Она выпала Надо туда Провернуть Вот так вот Чтобы стояла Ну понятно Вот на шарнирах Ворота И палку там затунуть И привязать Сделали правильно Так Не привязали Палка выпадает Ворота ветром бьет Воротины отрывают Чудо меня оторвало Теперь Привези сварочный аппарат Держите ворота Поднимайте А все ничего Просто Это все наше Это не ваше Ем Пью Молюсь Здесь Это не мое Как сквозняк Пролетел И везде Так не бывает То есть бывает Так не должно быть Пример А посыл Знаю Такого человека До третьего неба Был вознесен В теле Или не в теле Не знаю Но мы-то о меньшем Говорим Вот как идете На правой стороне Там вы видите Валер написано Материя торгует А когда подходишь А там рядом Да Она как раз Это и есть Там Роспотребсоюз И вот Вот такая высота И с той стороны Не подняться Ничего Они сделали Чтобы разгружать Машину Легко Когда едут А ты идешь Женщина с коляской Все выруливают На проезжую часть И идут Сколько это продолжается Я не знаю Но сколько существует 50-60 Так и идет Но вот я получил Здесь дом Я это не оставил Я нашел хозяина Пошел Сказал Да вы понимаете Сколько работ Я говорю Сделайте пандус Чтобы коляску Можно было закатывать И ступеньки подниматься Никак Что я делаю Приглашаю Корреспондента Алтайской правды Приглашаю сюда Фотографа Алтайской правды И они Затем Теперь договорились С Иваном Семеновичем Он инвалид войны Поднимается Вот так и становится И мать с ребенком Нашел Людмила с ребенком И все сняли Коляску там поднимает Теперь как Алтайская пришла Это ноль внимания Теперь ко всем Депутатам отдал Городской администрации Как эти взялись Мигом гляжу Уже работают поручни Сделали заходить Удобно А я вызвал А сейчас удобнее Как-то сообщили мне Видите Мы сделали Я просил убрать пандус А у них пандус Длины метров пятьдесят Наверное Из земли засыпано Ну просто никак Это невозможно Ну и с той стороне Спуск сделали Почему никого не касается Ну смотрите Сколько я должен был найти Выговорить им Теперь найти Чтобы составить Снимок такой Лучшего корреспондента Логина Валега Золотой пирог Награда Это высший класс у них А потом По тех депутатам И все ничего Мы с Виктором Николаевичем Здесь живем Идем Ветки вот так Тут накладывается Там Что делать Взяли лестницу Так стемнялось Ножовку в руки И вот отсюда И до Ленинского Мы все прорезали Ветки все сбросили Их увезли На второй строительной Так же были Точно лестницу в руки Стемнялось И сколько положено Чуть не до Булыгина Прорубили просеку Все смеетесь Вам смешно Вот мы стоим на остановке Я еду в тюрьму Каждую В субботу Или когда в среду Там нас забирают Не в субботу Во вторник И в это время Каждый вторник Там стоит этот Амалиера На Пушкиной остановке Там Такое Дыл это стоит Поставили Горные Обрабатывающие Это когда были Стелла называется Стелла Стелла Видели Огромная такая А там провалился Вот так вот Асфальт И вот так вот И машина едет А они видят уже близко Вот только трасс А тут на остановке На остановке люди стоят Я так ахну А почему же это не говорят Да кому говорить Никому ничего не надо В стране развал Там Путин Паразиты какие А все делали И Путин их не слушается Путину да наше дело есть Да у Путина сейчас В России на какой уровень Сейчас Африкой занимается Сегодня в газете уже печатают Он подобрал весь Ближний Восток Америка то оттуда выехала Сирия Все здесь Осада так и не убрали Сейчас же Африкой занимается У него другой Масштаб Ну нельзя же так Я тогда вернулся Когда с тюрьмы Оттуда Где там проработал Давай звонить Нашел И со мной Следующий Тонник или среда Прихожу Совершенно гладко Ровно все Замазали Привези там машину Опять надо на асфальту Загнали Выровняли Каток пригнали Все Говорит Ничего не сделаешь У меня отговорка А еще ничего не делали Начни и получится Вот я только сейчас зашел Вот здесь вот свет горит Там горит никому А это дырявый карман Мы каждый день молимся Господи Научи нам быть экономным Вы не молитесь Теперь я иду И везде выключаю Прошло минут 10 Прихожу Вышел Опять прихожу Кто-то уже опять включил Может заходил А выключить ему Ток бьет Разве можно так жить И вот сейчас Я так как к вам идти В это время Гляжу Скайп Заработал Ну я там Вижу Что человек заходит Срочное известие Сейчас В данный момент В городе Казани Семенов Вячеслав Николаевич Сергей Мы хотим беседовать С кем? С ветеранами Мы с ними Уже Наводка была У них все Правильно И они Все Но рукоположения Это нету И вот там Екатерина Жена Там еще кто-то Идут Помолитесь Материалы Я должен был сейчас Срочно найти материалы К истинному православию О священстве О церкви Кинуть материалы Сказал я сейчас иду И сразу будем молиться Я обманул Я обманул Да хочу Сидите Вставайте Молиться Отец Болящую мать Братца Сергея Валентину Благослови Помоги Перенести Страдания И пошли Изцеления Тебе слава Отец Сына Святой И у Нины За священника И у Нины В клочках За священника Ну все Давайте Садимся Продолжаем Начинаем Хватит У Нины В клочках За священника Надо помолиться Сестра Давай Давай Занятия Уже и так Это я только зашел Отсюда Отсюда Ладно Я сюда сяду А Слава Семенов Там смотрит На Слава Нет? Нет Он сейчас уже ушел Наверное Он только что Слава Был с нами А здесь Здесь он Здесь еще Здесь уже Он наверное Сейчас слышит Сейчас Слава Семенов Слышит Как мы молимся Вот потому Семенов Слава Сейчас нас слышал Как мы молились Он с нами Сейчас здесь Это что? Да Техника А кто его включил? Я включил Ну что Спасибо Хрисус Вон Через телефон Еще ответ Тоже пришел Он сейчас может написать Он нас видит? Да Я думаю Да Если Бывает что запись Тормозит Если бы я знал Такое дело Я бы заскочил Голубя И двух голубей Пиджок показать Ветеранам передали бы Да? Из робота Одна В просе осталась Молодец Держись Когда ты в общем Ти не утонешь Все будет По совету Вот сейчас Смотри Потеряй Готовится Бракосочетание В это воскресенье Следующее воскресенье Будет так Она Я не знаю Она родная Давиду то наверное Дочная А Давид мой племянник Валентинин сын Ну получается так Что она мне внущатка Да Вот так А он За Игоря Барабаша Сын Теренти Имена то какие Теренти А следующий за ним Иеремия Вообще чудо божье И вот Они познакомились Она приезжала Видели ее Я ее не знаю Я его знаю Не знаю Как дальше будет Я конечно Могу только сказать Хороший Когда бы не подошел Помощи не откажет Ну я прошу Еще там Для деревни Там привезти Где-то помочь Извинуть землю Ну все равно Он выскакивает И спина болит Начинает поднимать Там и везде А тут Об этом я стараюсь Как будто не знаю Но она из старообрядцев А старообрядки Это особый класс У нее говорят Профилактика по субботу После ваня жену Ну он то не старообрядец А нет Он то не старообрядец Это старообрядцы Старообрядцы Старообрядец Он такой У него мягкий характер Я говорю Ну и хорошо Такие не имеет Такое А Игорь говорит Да нет Такие это как я Тоже Квелые такие Никак не могут А если она еще такая Да с такой хваткой Как бы подкобычник Не получился новых Я ему сказал это И сказал Лене Помолитесь о нем Потому что Они Виктора Дум Который во Франции Сегодня говорили Почту работает Купили Сразу купили И мотоцикл Ямаху там Отдали Он у нее Ну что все работает А он там все сделал Для своей Белорусской француженки Там В комнате Там все Все прибрал Переделал по городскому Ну однако Жена Поверила ветром И он там И что интересно Виктор когда познакомился С ней Когда мы Во Франции были Там никакого намека Не было еще Но Уже они как-то Каким-то образом Снюхались Недавно связи Никакой нет Уйдет предбанник С предбанника Прямая связь В бане Которая Где раздевается Только оттуда мог Я говорю Ты Витя Ты малейки малейки Смотри Чего это означает Витя Это хороший И она хорошая Ну Мужем Она видишь как Распорядилась И он все продал Он готовил На улицу Сток воды идет В комнате Там И теплый туалет И все Ну до того Жалко что не здесь Они Двое ребятишек Сейчас А этот Алфей И кажется Агния Или как Ангелина 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 Да Ангелина И это Алфей Это вообще редкие Алфей Очень интересная Бальчонка На нашего похожую Мирона На Мирона Прям такой же Тоже зубастый Такой белобрысик Бегает Орех Надо Бога просить Бог усмотрит Бог усмотрит И Витя Такой старик А Бог А Бог помнишь Что ты говорил Григорий Вымович Наспутин Когда в город Поехал А его знали Половищества любят Все что О нем написано Сто процентная Брехня Сегодня показывают На съезде Там базы Лимоносоны Приняли Любыми путями Дискредировать Царя Царицу Давайте через Гришку Что она с ним Живет То другое Ну то есть Даже миллионы Доли процента нет И когда говорят Вчера он там Блудничал Там был Разбирает А он за 1400 километров От этого места Там где-то В монастыре подвезается В это время Ну нашли человека Чуть похожего Нактеров Специально гримировали Да Загримировать Там можно Из меня сделать Суворова Да конечно Еще как Все гонит Мусульмане заходят В Гуинус Он жениться На похожее Я говорю Меня в Кольщину привезли А мужики сидят Там сельсовет Я только вышел О Солжитель Судья Ну у вас Залысина Бородаса Я первый В стране Распространил Архипелаг ГУЛАГ Его Самый главный труд За что он получил Какой Ноберскую же Да Конечно А кроме того Вот он Воевал Был Артиллерист А я в артиллеристе Служил Его посадили В Тюрьму Меня посадили Его высали туда Ну меня в лагерь Быстро Ну то есть очень много Похоже Но главное Что я его материалы Почти все знают Кроме Красного Колеса Мне это не надо А он мое Не знает Я ему писал Ответа не было А мог встретиться Он приезжал в Томск Когда ехал Дальнего Востока А я был Потеряевки Ну я не поехал Думаю У него и так Забот хватает И вот когда на него Сейчас такая клевета Такая волна идет Я все больше думаю Что он В Царстве Небесном Такую клевету Посмертно Получают только люди За особые заслуги Перед Богом Как на него Нападают Как к перевещу Да он предатель Да он Он предатель Его связали Нарушники Самолетом Доставили Они на высоко Водок раз Обвиняли что ли Это такой Он там был Работал Это вот я только то Что Сегодня Сегодня было И сколько мусульман Которые Да ладно Не надо То другое А заканчиваем беседу Он все мои Данные берет Я говорю Какой ты хороший Ты же Не пьяный Не голый Тут пара мужиков В головах валяются А тут нормально Говорил Ты Дня три пройдет Ты смотри В интернете Так вы меня сейчас снимаете А я не хочу А кто тебя спрашивать будет Я в подказу Так аппарат-то поднимаю Он у меня от мига лежит Всем радостно будет Какие есть мусульмане умные Он залупался Ладно Давай Что нормальный мусульманин Который Коран читал Да Вот прочитать я не мог А разговор-то хороший был Просто Ну я выставлю Когда увидите Притом я иногда Срепляю 2-3 2-3 беседы Чтобы получилось 500 мегабайт А это с одним 600 Говорят они наизусть Коран заучивать некоторые Что-то не верится Я хочу сказать Допустим 150 мусульман Я беседовал И только один Прочитал Что на Коране С той стороны написано А нам не придавали А мы не знаем Они не знают Я их успокаиваю Не надо Мы точно такие же Как мы православные Останем столбами Еще не понимаем Ну ладно Пошли Я тут не кончу Я развился Как море Вызберегу Евангелие от Марка 5-я глава 6-го 10-й стихи Сестры Что вам нужно До питания Мы договорились Я потеряю Отправил Что нужно Макароны Масло Сахар Вы мне скажите На бумажке Прямо И здесь получите Это склад Все Соли Манки Все есть А молочные Вы из дома получите Поехали Солженицыну Только за один Архипелаг ГУЛАГ Царство небесное Да И причем Интересно Его многие И не читают Слышали только И когда скажешь Архипелаг ГУЛАГ У Солженицына Так махмурится Нет А ты Понимаешь О чем там Нет Не понимаю А что тогда Так вы Вот как научили Коммуняки Да ярко Одна говорит Я сама не считала Не знаю Но я осуждаю Почему Генеральный путь Партии Коммунист И вы никогда Не колебались Нет Я себе колебался Вместе с партией Вместе с партией Вместе с партией Я сегодня Одному говорю Я говорю В тюрьме узнал Со мной сидел В одной камере Преподаватель Второй группы Косморавтов Лозин Анатолий Максимович И он говорит А вы не слышали Вот это Что какая-то Штука тут Заложена Горбачев Я говорю А какая Он мне рассказал Я понял Это от Бога Что-то есть Вот допустим Там кто-то Гладычук Фамилия Что такое Ну Гладичук Чтобы они Вытусали Да И вот теперь Представь С одной стороны У тебя Начнем Кто живет там Ну Глав Лапкер живет А Андропов Там Ну или что-то Андрея И надо И надо чтобы Четыре буквы И в таком порядке От вас дальше Жили соседи Чтобы их фамилия Не будет И А это только Уль Там как корейские Черные кореи И вот тут нету А вот здесь смотри Горбачев Он говорит Горбачев Еще Горька Очень раскаетесь Горбачев А Бачев Тебе смотри Идет кто Б Брежнев Бачев Бачев Главных Человека Большой Державы И первая Буква Фамилия Одна за другой Быстро Это означает Что он Пришел Разрушить Все И всех Подгребет И выбросит И говорил Генерал армия Вареников Генерал армия Это предательство Тысячелетий 18 миллионов Коммунистов Всех обманул Он сказал Показать Человеческое Лицо Составить А когда Вы стали Показать Там такое Чудище Вылезло Которое 66 миллионов Людей Сожрало Я говорю Знаете Комсовольская Правда И вот так Написано Если бы На развороте Если бы Большевики Не побенили В 17-м году Нас бы было Сегодня 650 миллионов А их 150 Полмиллиарда Сожрали Полмиллиарда Менделеев Подсчеты делал Человеческое лицо Они показали А там А рядом Снимок нарисовали Ленин Сидит В моих штанах Заплатаны Ёжек Взял только И сидит Под ним Трудой Ленина Ленин Ленин А идея Это была Правильная Идея Молодцы Ребята А сейчас Выступает Вчера Смотрю Новое Уступление Александра Григорьевича Кто это Такой Александр Григорьевич Это же Лукашенко Лукашенко Я от него Благодарность Получил За книги Которые Я бы еще Подавил И вот он Стоит и говорит Вот у меня И говорит Открыто И показывает Сколько Этих Репортеров Снимают И еще Не сделают У него Смертная казнь Не отменена Но меня Интересует одно Как он мог Всю черноту Спихнуть Со страны Нигде Нет ни одного Кавказца Ни одного И везде Куда не посмотришь Белоруссия Всем дать работу И вчера Немножко натолкнулся Оказалось Где-то Ну это все Может быть Подстроено Где-то там У них Готовили боевиков Кто-то А ведь ему Сказал Найти И он 24 часа Всех до одного Выгнул из страны А у нас В Москве Это пишет Никита Михалков Ну 12 Фильм Москва не наша Когда у них Этот Совершался Кунбанк Байрам Говорит Вышло 200 тысяч Так 200 тысяч А вышло Миллион 200 тысяч По улицам Невозможно Плотой Один к одному Мужики Как владельцы С работы Не могли Рабочие пройти Москва-то Не наша Уже давным-давно А он сумел Это сделать Вообще Вот все заводы Открытые Заводы улучшают Вот сейчас Мы просим Игорю Помогли Комбайн купить Полесье Один из самых Лучших комбайнов Но ему без России Не подняться Потому что Электричество Газ Он не в силах Это дело И он сразу В Россию Входим в состав России Не тоже отдельное Государство А отдельная область Он установил Прекрасное отношение С Киргизией С Казахстаном А был коммунист Коммунистом был Я вчера еще раз Биографию перетрес Посмотрел И его зовут Батька И все везде У нас вот Нам бы такого Президента Не надо Нет Он на своем месте Какой у нас есть Надо молиться А мы Лукашенко Каждый день Молимся И в России Российской Федерации Есть только Один человек Глава администрации Который запретил Аборты Поставил Под государственное Преступление Один А рядом Статистика При Брежневе 15 миллионов абортов При Брежневе Меньше Дальше При таком-то При Ельцине 40 миллионов абортов Сделали За его правление И за перестройку 120 миллионов убили 120 миллионов Это государство Проглотило женское Фу Вот и все А кто у нас запретил Аборты Молчок Кто знает Руку по немете Только один человек Который как Глава администрации Притом Он Я уже говорил Мы слышали И он когда Все называли президентом И он тоже президент Какой я президент Президент один в стране Убрать И сейчас везде президентов убрали Глава администрации Ну они придумали Вот здесь вот На Ползунова у нас Там есть Управление По образованию Управление По Алтайскому краю А сейчас Министерство По образованию Везде слово Министерство Ну хоть маленько Но на дуся охота Удивительно Прямо Может ошибся Нет Министерство А министерство переводится Как комиссариат Это министерство Только в Москве Это между делом Давай, Сережа Прости меня Давно просто не разговаривали Евангелие от Марка Пятая Глава Шестого По десятой степи Увидев же Иисуса Издалека Прибежал И поклонился Ему И вскричав Громким голосом Сказал Что тебе до меня Иисус Сын Бога Всевышнего Заклинаю тебя Богом Не мучь меня Постой А почему ты так Не считал Здесь давишь Даже глаза не поднял Половина зала Спит Он даже Уже нет Уку-ку-ку-ку Он так и читал Он очень хорошо читал Мне кажется Игнатий Тихонович Ему нужно сесть Я сколько раз Думаю сказать Ему Сел что ли А то он вот так вот Сидит И бра У него горло Пережимает Видать И он никого не видит Как филосипедист Что я сразу же не сказал То не стесняюсь А то что он постеснялся Думаю Что он стоит все время Нужно же вот так Говорить к людям Открытой глоткой Я так ты понял Он это поймет Смотрим как на друга на него Не как Ленина Божа Ибо Иисус сказал ему Выйди Дух нечистый Из всего человека И спросил его Как тебе имя И он сказал в ответ Легион имя мне Потому что нас много И много просили его Чтобы не высылал их Вон из страны Той Толкование Выйти из человека Демоны почитают Мучением Почему и говорили Не мучь То есть Не выгоняй нас Из жилища нашего То есть Из человека С другой стороны Они думали Что Господь Не будет более терпеть Их За чрезмерную Их дерзость Но тотчас Предаст мучению Поэтому и молят Чтобы не мучил их Господь спрашивает Бесноватого Не для того Чтобы самому знать Но чтобы другие Знали о множестве Вселившихся В него бесов Так как Пред глазами Стоял один человек То Христос Показывает Со сколькими Врабгами Боролся Этот Жалкий Человек А что Легион Вы знаете сколько Воинская единица Это когорта У них Две тысячи Две тысячи А если по Легион Брать по Сорковным единицам Сто тысяч Вот в этом промежутке Они были Это в одном И вот когда Интервью Дьявола Я говорил Посмотреть Видели И вот он там Говорит Так ты что Не один Ты Он говорит Ха-ха-ха Один Нас тысячи Тысяч То есть Миллионы Он не врет Их много Если в одном Человеке Легион Да сколько Жить всего А бесноватых А сколько А где Которые Явно Обеснования Нету Там все Дьявол Присутствует И поэтому Это в крещеном Молитвы Наш Избавь нас От лукавого Избавь Утром Встаешь Дверям Не подходи Пока не перекрестишься Перекрестись И скажи То что говорило В крещении Отрекаюсь От сатаны И всех дел Его Всех ангелов Его Всей гордыни Его Все иди Если кто у двери есть Опрокинется Никогда Не бойся Понуждение Ну Надо пойти К кому-то Лишь срочно Больному Или как А так Солнце касается Горизонта Дверь на замок И разговор окончен У меня такой порядок Был Если человек не ушел Я его до утра Не выпущу Два раза было Один ушел Вот сейчас Иконописец там Я говорил Леша Не ходи Ну тут рядом Тут никого нет Я его такими заколками Как раз на заколки поймали А у него было Я ему дал Два яблока Они с него сняли Все Ножом Он давай плакать Просить У него Ребятишки И то другое Но они пнули его Яблоки Ударили яблоком Там забол где-то И ушли Он пришел утром Я же тебе говорил Леша Зачем ты это делал А Боишься Я когда говорил Боишься Один у нас был Тот Бывший комсомолец Племянник Двоюроды Суслова Главного идеолога Советского Союза В моем доме Я говорю Как солнце Горизонта Или ты должен уже дома быть Или уже не выходить Ну вы боитесь Я боюсь Я ему напоминаю Слова Покрышкина Трижний Георг И говорит И вы не боялись Он говорит Только дурак не боялся Кто не боялся Тех живых уже нет А я как раз Боять позволило мне Денин Он сидит Когда дуги отдыхают Летчик Он разными самолетиками В боем Откуда зашел Откуда солнце Какая высота Трижний Георг По крышке Кожедок еще есть Когда начинаешь Человеку говорить Я ему говорю Ты не делай Гена Не надо Он стал Ирмонахом Приехал Руслан звать его Ну назвался он Кришнаитом И он ему говорит Что он сказал ему Ну спорил с ним Он бывший Комсомольский работник Республиканского масштаба Этот Яков Геннадий Михайлович Вот в мою доме Он обратился И стал священником Потом ирмонахом И вот здесь Его как раз На этом было Игнатий боится А он не боится Он ему сказал Этому Кришнаиту Накануне Ты Зря живешь на земле Это я зря живу Я разговариваю С Кришной А Кришна Это черный называется Черный это черт Перевод санкрыта А он ему сказал Убей его Он пришел домой Взял электрод А электрод обыкновенно Сваривает который-то Наточил его Ручку завернул Чтобы руку брать В три часа ночью пришел Тура Енисейской области Вон Алектина она знает Он был Мне кажется Крестник Крестник Крестный его Он только дверь-то Открыл Он так ударил Сразу в горло И он повалил У него Перощины ножик И давай резать И отрезал голову Зашел болтарь Вокруг престола У батюшки Где стол-то стоит Обошел И на престол Бросил голову Утром пришел Он одежду сжигает Его сразу арестовали Проверили Он ненормальный И тут же выпустили С какой-то год Там ящики поколотил И Ничего ему нету Ну пошел тайгой Опять он Подойдет И добродил И потом Начали от него Только одежду Считают Что наткнулся На медведя шатуна И исчез Фамилия Я говорю То что я знаю Там сочувствие Патриарх Алексей Второй писал И Вот такое дело Он боялся Остался бы живой Я боялся Живу А у вас было так Стучали Да Стучали дверь Так Нам нужна Эта бабушка Тут живет Она тут пирожки Торговала Надежда Силе Торговала Одновременно Ее пуганули Там она домой Приезжала И пирожки Далось А там Которых захватили Они видят Что конкуренты Да никого нет Что вы боитесь Я говорю Боюсь А полдень Солнце светит Ее нету А сам вышел На второй этаж Поднялся И глянул Место Она стоит Разговаривает Смеется Рядом два Здоровых Лба стоят Я бы открыл Еще дальше Темный коридор И зачем Ей пирожки Среди дня Да не пирожки Она просто Ее хотела Я не открыл И вы никогда Не приходите В такое время Когда нельзя А кто смотрит Я не знаю В окну Подойди У меня наружное наблюдение Все снимается А снимки эти Снимаются Сразу на другой Конец города Идут в архив Это что-то знает Значит Господь охраняет Я не хотел Этого все Но нашлись люди Которые меня не спрашивают Я вижу Что они Очень добрые А эти пришли Стучаться Ко мне Трое А я на окно Выставил Свой телефон Они звонят Они не знают Что я за шторкой Здесь Стою Вижу А где вы находитесь А зачем вам Ну тетя Маша Тут рядом Тетя Маша Она сказала Спросить вас А они что ходят Если один человек живет Что-то делает С домом Поджигает Или как-то А эту землю Теперь за миллион Свободную Центральный район Они крутились Крутились Я вызвал милицию А милиция даже не вошла Подъехала Постояла Они то ли в милицию Или куда сели И больше никого нету А я молюсь Вот они Опять стущат В окно Вокруг А я все это вижу И снимаю Это история Это боевик Самый настоящий Знаешь В любом месте Где тебя Господь Пометил С чем-то Где-то Молись Господь Приехал В год Ничего нету Нигде нету А я сестре Приехал В том Скал мне Банки Банки стоят С водой Я говорю Зачем Рядом Старик Со старухой Подожгли Сейчас там Большой дом Строится Их нету Сгорели Так загорись Хоть потуши В доме Все бутылками И банками Пять литров Так что Не хворись Обойся И вот по телефону Алло А у святых Так вот Ты подошел Кто там Он должен считать Славу Отцу И Сыну И Святому Духу А который в комнате Отвечает И ныне И пресно И во веки Веков Пароль А теперь Подошел Сатана И стучит Кто там Он отвечает И ныне И пресно И во веки А ныне И пресно Никого нету А надо считать Славу Отцу И Сыну А и ныне И пресно Отвечает комната А тот отвечает Славу Отцу И он не может Поговорить сиськи-масиськи. А это никак. И все, он видит, что сатана где-то. С гений окаянный он сразу провалился. Житья святых. Поэтому никогда не гордись, обойся. Покрапив все святой водой, лишний раз никуда не выходи, ни за что не цепляйся. А вот они сказали, брай на вороту невестник, поговорка есть такая. Ну, сказали. Не разобрался. А он говорит, знает, ну, ошибся, ну, еще ты так уж. Вот он и сказал, сказал, так они же о вас поносили, меня. Как императору, когда статуи свалили, ваше императорское величество, они память их свалили, вытащили, все лицо запачкали. Да нет, вроде чисто. А златус это время говорится. А флавиан, это епископ, приехал туда. А эти, которые напротив, чтобы натравить его царя-то. А дорога у них, колесо сломалось. Они дальше опять заменили колесо, а глоба сломалась. Епископ поехал на день позже, и раньше их приехал. И царь все рассказал. А клеветики-то приехали, он говорит, да все, нет. И так. А при обросе было так, не разобрались. И это было что-то они против царя, и как раз самое людное место ипподром. Ну ипподром сразу окружили все ОМОН. Так, убивай каждого. И ну один приехал, только что приехал, герой такой, где два сына, офицеры. Так, кто первый умирать будет? Вот разрешаю тебе два сына, или ты? Он говорит, я. Дети пусть остаются. И пошли они тогда резать. И когда он решил тогда царь-то верующий, дал такой указ, а заходить, а Мавила его не запустил. Иди кайся. Сколько ты людей погубил невинных, которые, там что-то не так, они даже на стадионе-то не были. Это житие. И не всегда, смотри, сказали, видел, не доверяй зрению. Вот меня сколько раз искушает. А что вы о патриархе думаете? Как он, патриарх Кирилл, такой вот, сейчас с Москвы, Ленинград, он три миллиона потратил свой самолет, яхта, там, вертолеты, все. Откуда вы знаете? А почему вы не знаете про мой ржавый велосипед? У меня больше ничего нету. Так у меня отбегал у пятни. А у патриарха не одной. Так я выше его. Ну, знаете, это Светлана Копылова поет, когда бизнесмен разбогател и решил стынишку к знакомому в деревню отвезти, чтобы увидел, как они бедные-то. Ну, недельку прожил, вернулся, но видал, как люди живут. Я сказал, это цинент. Видал, папа, у нас только одна собака, а у них там прям лес рядом, там, я видел, волки. У нас только бассейн, у них целое море. У нас светильники, три светильника, а у них целое небо. И отец пригорюнулся, говорит, она сложилась в тихотворной форме, все это, пригорюнулся. Вот так. Детскими глазами он увидел, насколько богаче люди живут в деревне. Они никого не боятся. Вот мы с одиночкой потерять. Выйдем, гуляем, разговариваем. Вот. Иди. Вот здесь я могу у себя в ограде. А иди по городу. Надежда сильно поливает. Игнатин Иванович, вы это, стихотворение ваше. На спину опрокинься. Я сказал, без меня не поливай. Ну, она, шланг я и натянул, а колонки-то соединяются где-то. Подошел. Я там сделал, что-то сделал. Вышел. А она тут из ванны выливает. А где шланг? Почему нет воды? Я не знаю. Я вышел. Шланга-то половину нету. А куда-то тащили. А вода за ней идет. И шланг это он не видел. Он с ночной охоты шел. Рядом живет цыганя. Я пришел прямо в отбор. Вода-то льется. И прямо в отбор. Я зашел. Никак не отдали. Я решил достать. Ничего не получилось. И сейчас никого нет. Пустое место. А люди говорят, ой, невинный попался. Невинный. Превысило все и оторвалось. Оно копилось по килограммам. Что, разбогател с моего шланга? А нам потеряли. Это в каждом деле так. Вот пришел хозяин какой-то там. Кается, лошадь украли. А Серапин говорит, ну что ты плащешь лошадь? Ты о нем плащ. Почему? Да его уже живого нету. И правда, он когда через реку, а коня прокинулся его, потопил ногами, и конь вернулся домой и прибежал. А он видел, что он уже готовый. Так что ты преступника пожалей. И теперь помолись его, Господи, прости ему это. Вот надо пространственно видеть это. И во времени. Все не так, завтра по-другому. Пошли. Евангелие от Марка, 5 глава, с 11 по 14 стихи. Послой же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось чадо скрутизны в море. А их было около двух тысяч. И потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Толкование. Бесы молили Господа, чтобы он не высылал их вон из страны, но чтобы пустил в стадо свиней. Он соглашается на это, так как жизнь наша есть брань, но Господь не хотел удалить от нее демонов, чтобы они своей борьбой с нами делали нас искуснейшими. Попускает им войти в свиней, дабы мы знали, что они, как не пощадили свиней, так не пощадили бы и человека того, если бы не сохранила его сила Божия. Ибо бесы, будучи враждебны нам, тотчас истребили бы нас, если бы не охранял нас Бог. Итак, знай, что демоны не имеют власти даже над свиньями. И тем более над людьми, если не попустит Бог. Но знай то, что в людей, живущих по-свински и валяющихся в тени чувственных удовольствий, вселяются демоны, которые низвергают их со стремнин погибели в море сей жизни, и они утопают. А вот смотри, цифра две тысячи. Я сказал, легион две тысячи. По одному в каждую свинью. Легион остара две тысячи. То есть может как раз и быть ни больше, ни меньше. Легион не две тысячи. Две тысячи никогда легион не был. Самая маленькая, это если побили там их уже четыре-пять тысячи. Ну может быть, может и так быть. Легионы были, набирались в зависимости от того, какое у тебя войско. У тебя сколько предводителей? Ты по предводителям поделил, но меньше четырех тысяч никогда не давали предводителям. Так дивизия сколько? Дивизия, ну пятнадцать тысяч, если боевой порядок. Восемь тысяч, это не дивизия? Восемь тысяч? Нет, конечно. Это бригада. Полк, да? Нет, полк меньше. Меньше. Так вот, я... Ну давайте посчитаем вообще. Я сейчас закончу. Это мысль, говорит... На сношение не влияет. Почему? Подожди, это поставили. Ни одной полной дивизии не было, говорит. Восемь, восемь с половиной. Где, где? На фронте. Ну это потому, что выбивало, а потом на пополнение их и так далее. Но она в целом дивизии, так что-то... Нет, ну а бесы-то они, кто их выбивал? В них никто не выбивал. Восемь, может, девять. Они в одну свиню могут по четверо, по пятеро зайти. Сто тысяч означает. И не забудьте, на иголке семьсот восемьдесят девять бесов на конце. Это католики спорили об этом. Нет, я вам просто рассказываю древности и иудейская война. Ну правильно, правильно. Полуместная, столько, там пятнадцать. Ну пятнадцать, два раза меньше. И однако, говорит, на фронте было пять дивизий. И ни одной полной не было. Там всего только не пять, а три не полных даже. Я вам так скажу. Ну, допустим, вот идет атака при Ализии. Не надо, не надо. Цезаря. Я согласен, хоть сколько, все. Погибло сто тысяч галлов. И всего-навсего пятьдесят человек римлян. То есть их не так много убивали. Когда их убивали, то там убивали уже. Они хорошо защищены были, вот в чем дело. Поэтому у них таких потерь не было. Да, пошли дальше. Вот вопрос. Бесы, нечистые духи и злые мысли. Это слова-синонимы или есть какая-то... Мысли никак. Мысли нет. Демоны, духи. Злые духи. Это одно и то же. А мысли? Мысли, это наваждение какое идет. Это с человеку относятся. А у них всегда одни и те же мысли. А им покаяние не дано, закрыто. Демоны каяться не могут. А мысль, она может злая быть и потом добрая, да? Вот интерес я вам, говорит. Я, говорит, не могу проникнуть в мысли. Но я как психолог, я вижу, о чем он думает. Мимо витрины раз прошел, другой раз. А я, говорит, обстановку так делаю, и он начинает искать. А теперь я уже конструкцию составляю, с кем познакомиться, с директором. Дает взятку там и прочее. Дальше он уже конструкция. Он молекулы, говорит, я могу соединять там это, а это нет. И он не знает. Ты ли Сын Божий? Зачем он спрашивал? Он не знает. Если ты Сын Божий, бросься. Если ты Сын Божий. Это говорит о неуверенности. И он не знает, что у него нет греха. Сатана знает, что все согрешили. И возмездие за грех смерть. И впервые смерть наступала. Христос умирает, а греха нет. А 19 глава, 12 стих второзакония говорит так. Если кто в щеках другого обвинял, и не доказано. Он такой, если меня обвиняли, я убил кого-то. И вдруг не доказано. Теперь этот человек, который меня обвинял, ему прямо предписывается убийство, и он сразу казнят. А раньше было так. Судья вносит приговор, ну какой-то там. Он должен привести его в исполнение. А судил на 10 лет, в керму отведи. Сказал расстрелять, должен выйти расстрелять. И поэтому сразу все это сбавилось. Он даже ничего этого не понимает. Он написал, нужно расстрелять. И я, говорит, лежу, третий день, нету ни еды, ничего. Один сейчас выступает там и говорит, заберст, невозможно. И едва говорю. Он говорит, кричит, а я говорю, не могу никак. Он вызвал. Вызвал его и начинает говорить, ты специально воду холодную пил? Сразу подписывает, расстрелять. А тут сидит, который подписывал, и вот теперь все это говорит. Это реально. Расстрелять. Он говорит, за что? Я за Родину сражаюсь. Ты голос специально потерял, чтобы не забыла командовать тебе ничего. Это было очень-очень непросто. Он сидел, и все, а он так бросает копейку. Как, смерть его или побиловать. Решка. Все. И это он сам, который расстреливал по каждому человеку. Нам не дано знать внутренность человека. Он говорит, а то ли правду говорит, то ли лукавит. Говорит, а сам посмеивается. А молись. И Господь обнаружит. Не сегодня, значит, другое время. Вот всегда начинает. А вас было так обманывать? Сколько угодно. Но это быстро проявлялось. И при том обманывают очень доказательно. Я о нем спрашиваю. Да, был там-то на благовестии. А на самом деле же все обман. То есть он был, а от него ничего нет. Тут пустосвет. И так они, главное, со мной говорят, нападают. А потом отошли, а я не отвечаю. И они подумают, что выключили. И теперь дальше что говорят, смеются. И все, на меня кто-то. Сориона, Пантео, который... У меня сохранился этот ролик. Я не всячески... На меня же сами вышли. Так хамить вначале ужасно. Ну, помню, как года три назад было. Ну, интересно, когда вот он дрался-то везде, и там это провоцировали. Его вызвали. И больше его нигде нету. Уже целый год он нигде не появляется. А там ходить на раду совещания этих... Мусульман, там другие, там везде бить. И везде с кем-то разговаривают. Прям залазят и бьют человека. А здесь ша нету. Который там побывал, это шаман-то, и сразу... Все по закону. Ну, я взял, там накормили. А они против закона ничего не делали. Это КГБшники-то сейчас. И опять говорит. К сестре меня отправили. А они против закона ничего не делали. Как повторяют и повторяют. Ему вложили, этот Кабышев Александр. Который поехал в Москву из Кремля изгонять демона Путина. И он решил где-то в 2022 году туда дойти. Пешком. Терешка идет. Собака была. Задавила ее, он другую взял. И люди идут. Уже большая толпа. 11 человек, кажется. А приехали ОМОНовцы ночью окружили. Руки ему скрутили, утащили. Эти стоят. Нету. А он оттуда уже передает, что надо. Ему говорят. И он до этого Путина там я выгоняю. Это демон. Барабан бьет. Ну шаман. Если бесса разделиться сам между собой, может ли он стоять? Никак. И только его посадили. Еще один шаман, тоже Александр. И дошел до того места, где того арестовали. И с этого места дальше изминулась Терешка. Терешки-то уже нет. Они его тащили. Когда больше идут. Он не видел там эти палки, шашатер делать. Ты маленько такой людей ты увидишь, что... Там в Лану-Де голосовали вначале. За него, против Путина. Арестовали, кажется, 17, которые там смутяны были. И один больше не вошел в следующий день. А помощников сколько было? А там расскажут. Ну Путин же Макрону сказал, у нас так, как у вас не будет там. Чтобы столько, говорит, два месяца уже, говорит, погибшие полицейские, раненые и так далее. Машин 3000 сожгли в центре Парижа. Да вы что, говорит. Да, ну а здесь, говорит, уже сейчас в Лану-Де никто не вышел больше. А нас в Лану-Де очень хорошо приняли. Книги-то я завозил туда. Мне понравилось. Попошли. Ивангелие от Марка, 5 глава, с 15 по 20 стихи. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие, рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все удивились. Домой не пошел, а пошел проповедовать. И говорит, учеба-то была, может, час или полтора. А то надо семинарию кончить, да надо. Бог все это даст. От трех до пяти лет. Там еще получится, нет. Нет, нет, тут не о крещении речь-то идет. О крещении от трех до пяти. Только что в один, только что и дурдома выпустили его. Да, не крещеный еще, да. Технического диспансера. Он просто пошел благовествовать. Да, Господь положил. То есть благовествовать и детей. Это вот миссионерские отделы сейчас. Вот сейчас, допустим, скажут, что ты дурак. И здесь все ненормально. Ты как можешь доказать, что ты не дурак? Как доказать? Ну да. Ну тебя сейчас берут и все, взяли тебя. По закону, почему никак нет? Почему нет? Никак. Забрать ничего не стоит. Игорь Третьяков мог бы рассказать в красках. Он был на этой комиссии. Да. Скажи, как ты докажешь, что ты не дурак? Ну как я докажу? Ну начну судить. Почему докажешь? Ну и спрашивать же было что-то. Когда меня судить, так меня направили не куда-то, а в Кемерово. А Кемерово, это надо в Новокузнец идти. Этапом. И там специально у них как тюрьма сделана. Там не выйдешь, ничего. Ну там палаты. Из одной палатки можно в другую заходить. Как это? Ну да, не палата. 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 Ну а обеда тебе дают, вот такой кусок клеенки, ты ее на подушку кладешь, а тебе приносят, и поел, и все за столом не бывает. А я пошел по этим палатам, по кадрам-то говорю. Обычный человек недели или полтора за тобой наблюдает, все смотрит, все за тебя записывает, а потом собирается и решает. Можно тебя судить? Нет. Обычно если серьезная статья, там заизнасилование где-то, такие пупки, которые вверху-то, они сделают все за платье, чтобы дали что-то ненормальное. Тогда его нельзя посадить в тюрьму. Ну что, он не понимает, что делает? Ну, а мне наоборот, мне любыми путями в суд надо выйти. А сестры ко мне расположились, вам такую характеристику напишем, что вам руку не подавай отпустишь. Я говорю, мне не надо, сестры. Они расположились все. И меня держат неделю, вторую, третью. Я думаю, еще же они меня держат. С Москвы ждут Моисея Ароновича. Моисея Ароновича. Как раз такой вам и нужен. Такой национальность. Для слова Божьего не тус, там все написано. И какую мне дают характеристику. Я с ним сижу, он проверяет. С Москвы дождались. Там институт сербского, или как-то, как это писал тогда, Якипелов, кажется, он говорит, институт дураков. И вот он начинает мне, а вы сейчас вот сидите со мной здесь, вы какие-нибудь голоса слышите? Я говорю, слышу, я хорошо слышу. Я говорю, я слышу, как ваши питомцы там потерятся в коридоре. Да я не про это. А вот скажите, вы знаете такая Екатерина Великомущина? Я говорю, да, я знаю, слышал. Я записывал где-то. И Зоя Космодельянская тоже знает, я говорю, знаю. А какой подвиг, по-вашему, выше? Кто из них смелее? Вопрос-то, как я, попробую ответить. Как бы ответили? А я верующий. Вы как бы ответили? Зоя как-то смелее. Яско, наверное, это. Я отвечаю. Ну, потому что от друга-то я не знаю. Зои так не мучили, как Екатерину. У нее и груди отрезали, и железом прокалывали ее всю. Череп там все это оголили, сняли с нее кожу. Ну, то есть, всяко-сяко. Привязывали к огромному колесу, так, что она распластанная была. И потом вот так вот проворачивали колесо. А там внизу, в пространстве, там мещи разные, ножи, все кусками тело отрезали. А Зою взяли, повесили, там еще больше не было. Тем более, она поджигала, крестьяне ее поймали, это не немцы. Зимой поджигала, сгорали дома. Теперь-то открылось все. Я говорю, подвиг Зои Космодельянской, комсомолки, выше, чем у Екатерины. Он никак не ожидал ответа. Я не коммунист, не комсомолец, верующий. Я говорю, потому что Екатерина знала, сегодня у нее все отрезали, она умирает. И сегодня же она умирает, и все опять получает обратно. Господь говорит, там не будут, каждый пачок будет на месте. Бриллиантовый. Да. А Зои не было никакой надежды, она умирала навсегда. Она никогда мать родной не увидит, ни брата не увидит, никого и никогда. Вот так поделился все и записал. Судить дурака. Судить дурака, все равно, да? Вот книга, для того больше не дурака. Судить дурака. Да, да, я читал, что вы говорите. Первый раз. Когда выезжал, то сестры, медсестры, которые были, они все слушали, до того расположились. Что-то суетятся, мне все не уезжать. А что-то они туда-сюда там выходят, заходят. А они вот в таких два мешка, по 50 килограмм которых, разные галеты, конфеты, шоколад. И кружку, и ложку положили. А она говорит, у нас на пенсии никто так не уходил. А меня вызвали, так они еще когда приехали, сказали, это очень отдельная визита, чтобы ее не отобрали. Это точно. И когда привезли уже, этап, когда заходит, немножко видно, выпивший командир, не знаю, капитан, кажется. Так, жалобы есть? Ну, какие жалобы, только бы отпустили. Какие жалобы? Кто тебя слушает-то будет? Нет жалоб? Все, видите, я выяснил. Что? Я говорю, жалоба. Жалоба? Я говорю, да. Он-то насторожился, я с бородой один. И в чем она? Ручку у меня отняли, мне писать псалмы нечем. Он не знает ни псалмы, ничего. А ему еще кто-то что-то говорит, а мое дело-то там, с красной полосой, и, видимо, видно, что КГБ дело ведет. А с КГБ шутки плохи. Они меня сразу, он завел, а на столе ручик этих, ну сколько прошло, он вот так сумку, давай, вот так захватил, а ну, прыгаешь, и куда от них вы. Это я потом буду кормить всю тюрьму эту наручу. С жалоба удовлетворена. Понимаешь, жалоб нету, нет, нет, нету. Вот поезды, а рядом, рядом в другое купе, а решетка так коридором идет, и нас всех видать этот, который дежурный-то, военный-то, а нас посадили, заперли. А рядом Сашка сидит, солнце, он отца убил. Отец был милиционер, и сильно его наказывали, я говорю, хулиганистый был, отец меня по переросу и прижигал. А я, говорит, пугач сделал, и когда он полез там доставать там квас или капусту, я, говорю, сзади выстрел в него. Он из ямки-то как был, как навалился, и сразу, и застрял тут. Я потом сообразил, что я наделал. Прошло время, потихоньку подошел, мне показалось, что он дальше пролез-то, но показалось. Еще раз посмотрел, нет лежит на месте. А в машину-то взял, его затащил, поехал в карьер, и в песок зарыл. А утром-то начал экскаватор копать, то и тело вытащили. Ну и к нему домой, стали искать, ничего нету, ведь я не знаю даже где. Его не признали там. Прошла неделя, а он этот, который ружьишко-то сделал, спрятал где-то в огороде. Ну и вижу, говорит, оно не потребуется. Я только принес ружье, они на следующий день обыск меня сразу заплатили. Ну и все. Его везут. А он белобрысый такой, никогда не подумаешь на него. Такой взгляд у него чистый. Я говорю, вы можно вот этого паренька ко мне? Так у вас тут указано, что вы одни должны ехать. Я говорю, только он ничего не сделает, он парнишка. Давай, открыл. Никто-то там же, не расписано по камерам. И ко мне его сюда. Ну я открыл его, давай кормить его. Еще что-то ему дал. Ну все. Нормально совершенно пацан. Мы его довели, и он никакой. Солнцев, Саша. У меня тоже про это написано здесь. Итак, мы ехали до Барнаула вместе. Вот с какие истории, а меня бы не брали, никогда не было. Пойди к тюрьме. Снимать вначале. С вышки кричат, снимать нельзя. Он неправильно говорит. Снимать нельзя в пяти местах, про тюрьму не сказано. Но они могут отобрать, сломать аппарат. Я уже зону положил. Вы знаете, где снимать нельзя? Кто знает? Первое, нельзя снимать закрытое заседание Государственной Думы. Второе, таможенное пространство. Когда с одного государства другое, и там загорожено. Там снимать нельзя. Третье нельзя снимать. Военные корабли и с военных кораблей. Тоже интересно. И четвертое и пятое. Это Министерство электрификации и газификации. Чего там снимать, я не знаю. Ну, это в законе. Больше не где, где угодно снимать можешь. 330-я статья Уголовного кодекса. 27-я гражданского. Свидетельствует. Если меня преследуют, не разрешают, я могу подать в суд. 100% выигрышное дело. А Министерство там прописано где? В зданиях Министерства? Вот здесь вот Газпром есть. Там нельзя снимать, да? Нет. Или там, в Москве? Смысл какой? Там не написано. Министерство. Так может, что не написано. Какое Министерство? Так к Министерству газификации все желтые трубы относятся. Я думаю, это про Москву говорится. А в Министерствах. Ну, может быть, Министерство. Что-то в Задонский зашел, они мне там тоже не разрешили снимать. А? В храме в Задонский зашел, они не разрешили снимать. Они имеют права. Они разрешают это, потому что здесь внутри хозяин. Снаружи снимать. А так, в дом зайду, без разрешения нельзя. А в храме они разрешают. Вот как в музее. Там написано только сначала о плоти. И тогда ходи снимать. И здесь точно так же. Я пришел тут, она обратилась из мусульман. Был осветитель Маягова. Рахиль Загидолина. Но нельзя снимать. А я с ней сразу к митрополиту. Да, Владыка говорю, да какое дело снимаете? И теперь я уже как будто у меня грамота какая. А Владыка нам разрешил. Разрешил, а не сразу назад. А я снимаю по счету цены, сколько продают, как люди подходят. И мы с ней проехали, я везде снимаю. И в одном месте монотатуриц, священник. Долго нет. Он что-то прибирается. Сказали ему, что я жду его. Наконец он вышел. Я вижу у него глаза выпивших. И видно выпивший крепко. Я его снимал. Он прямо из себя выходит. Я говорю, Владыка разрешил митрополитом. Я снимаю. А что я снимаю? Там иконы. Но он на этом не остановился. Да ладно. В интернет меня не касается. В местной Баруськой телевидении только не добавить. Я знаю это. Он в интернете не против. А в телевизии то его увидят. И увидят и поп пьяный. И он этого боится. А я говорю, а на телевидении не бывает даже. Так он же потом мне звонил. Ему визитку дали. Он мне звонил, молялся. Ты же был возил у нас? Я не возил. Он мне просто звонил. Но на визитке там у вас твой телефон. Это здесь было. Я могу сказать где. Не, ну ладно. Или струбфикация живет. Пока. Ну это два. Отдельно. Газа. Все. Все, брат. Все, да? Все. Час 10 минут. Час 10? Так еще 20 минут. А, еще 10. Ну да. Час 10 это новое что-то. Это другое. Толкование на стихи, что бесноватый пошел проповедовать на тех, кто знал. Нам бы таких бесноватых. Он прокопал. Здоровый, никто не идет. Бесноватый пошел. Густановить его не могут никак. Ужас какой. Когда папы пойдут проповедовать? Луговая. А рядом можно сходить, там поискать. Попал он в историю этот. Не имею, ничего у него нет. Но, может, и лучше искать труднее. Толкование. Пораженные чудом, жители города того вышли к Иисусу. Услышав же о подробностях, они еще более испугались. Потому и молили Иисуса выйти из пределов их. Они боялись, чтоб не потерпеть еще чего-либо большего. Потеряв свиней и сожалея об этой потере, они отказываются и от присутствия. Господа. Напротив, бесновавшийся просил у него позволения быть с ним, так как опасался, чтобы бесы, найдя его одного, опять не вошли в него. Но Господь отсылает его домой, показывая, что его сила и промышление будет охранять его и в отсутствии. Отсылает его вместе и для того, чтобы он доставил пользу другим, которые увидят его. Посему он и начал проповедовать и все удивлялись. Игнать Тихонович Славкин дает комментарий небольшой на слово проповедовать. Если бы сегодня этого исцеленного бесноватого поставили патриархом... Представь, это не считая священник. Представь себе, как все они обо мне думают. Это он скажет хуже бесноватого. Не прошли проверку. Какую пользу бы он принес России? Вот это мои комментарии такие, в лесах себе. Это во всех, которые у патриарха, это если у епископов, у Путина, эти трехтомники в библиотеке стоят. Они сидят, читают, а они думают, так он у нас ниже дураков считает. Доказательства, потому что он правильно их увидал. Нужны не звания докторов богословия, а знания Христа, жажда проповеди, Слово Божие. И об этом дарим молить Бога. Где нет проповеди, там царствует тьма. Там стада свиней и лошадей в храме, как говорит Иоанн Златоуст. Самая великая трудность привести человека к окрещению. В православии же пастыри к этому не прилагают никаких усилий. Кому надо, те сами придут к нам, и мы их и окрестим. Прием в семинарию должен включать в себя только один экзамен. Не знание истории партии, церковно-славянского языка, а знание Библии и святая жизнь. Знание истории партии, зачем оно тут нужно? А все абитуриенты должны бы предварительно поработать в христианском обществе, хотя бы месяца три, чтобы можно было узнать, кто есть кто. Пока человек не встретится со Христом, и Господь не изгонит из него злых духов, проповеди от него не дождешься. Вот я был в Сан-Франциско, это большой город очень в Америке. А там два этажа, где Ян, мощь его, шанхайский, китайский, как говорится. И там собрались перекресток, кажется, Петр, другие священники. Меня туда и спрашивают, скажите, а вы такого знаете человека? Я говорю, не знаю, но слышал. Мой брат знает. Это священник. Да, священник из патриархии в России просится к нам, в зарубежную церковь. Я говорю, не знаю. А как узнать нам-то отсюда? Это мы принимаем, говорит. А они сами отбросают. Их там патриархия даже не терпит. А мы принимаем. Нам-то позор какой. Я говорю, ничего не могу сказать. Но я знаю средства, как испытать их. Да вы что? Я говорю, готовы выполнить? Нетрудное. Кто подал вам заявление, вы им скажите. Строится деревня Потеряевка на три месяца в командировку. С нами будут обедать, спать, вставать и работать. И через три месяца мы вам покажем его биографию. Ему не скрыться. Никак. Один день он еще сможет, а дальше он не сможет. Как он будет вставать, как реагировать на Слово Божие. Мы будем ездить на благовестие. Он раскроется. Моментально. Три месяца не надо. Которые идиоты воюют-то. Мусульмане только. Ну, а их спрашивают. Ну, а вот внедрить в ваши ряды могут евреи свое? Ну, обычно же внедряют скрота. Он говорит, нет, не удастся. А почему? Везде же делают. И коммунисты, и фашисты друг к другу сажали. Они работали. Там, ну, возьми вот этот. Тихонов-то играет. Штебельца той. Он какую пользу давал? Он один за дивизию работал. Заранее все знал. Я говорю, а они отвечают. Дело в том, что мы три раза ночью молимся. Три раза. С днем никогда не ложимся. А моримся-то мы мусульманские. А он же еврей. Он должен быть мусульманин. И за нас. Но если он у нас будет хотя бы три месяца, он с ума сойдет. Или будет такой, как мы. Вот я это и хочу сказать. На три месяца я потеряю, он или с ума сойдет, поп дойдет. Или будет такой, как мы. А такой, как мы, мы ему дадим блестящую характеристику. Ставьте его. Не надо крестить, Игнат Тихонович, тех, которые не хотят, чтобы у них были поручители. Не надо их крестить. Смысл какой был? Без этого никак не знаю. Потеряли и все, семью целую. Ну да, понятно. Все было и так понятно. Но у нас, которые раньше были в университете, такого никогда не было. Я говорил, кому надо, вот смотрят, кто там. Нину Жолнину избирают, Алифтину, Людмилу того. Люди познакомились. И сами изберите. И подойдите, как мне. Сейчас запишем вас. Они с вами будут работать. Мы узнавали, где он работает. На работу сходить. Домой. Бывает, приходится там студентам на уроки побыть. Даже такое было. Действительно, за кого выдают. Я поспрашиваю. Как? Нынче, летом, которая была у нас там одна женщина. И она говорит, сына женить надумали. Но я увидел в церкви одна девушка стоит. Молоденькая, хорошая. Я говорит, я сам ее узнавать. Как? Я пошла, где она живет. С соседями поговорила. Она говорит, они за нее схватывались уже не один раз. Она ни за кем не идет. Она сказала, только за верующего. И в церкви стоит. И кланяется. И платье длинное. Она нам понравилась. Я пошла на работу. Все это узнала. Я с ней стал беседовать. Я говорю, Анастасия, давай рассказывай. А муж сидит молча. Я говорю, ты муж подкаблучник, что ли? Нет. А он говорит, он ее одобряет. Нормально. Ну, Николай, смотри, мы беседуем-то, а сын не поем. А сына Евгения звать. Вот. Проходит какое-то время. Она говорит, я жду приготовления на свадьбу. Я не поеду, я не езжу на эту свадьбу. Просто жду. И она говорит, обнаружилась-то, что она обманщица. Она совсем не такая. Она на работе, соседи, все показала как надо. А тут оказалось, когда стали разговаривать, она своенравная. Она сразу стала перечить. То есть там дали характеристику абсолютно правильную. И она одевается правильно, все правильно. А когда начало говорить, увидела, это обман. Мы на это не пойдем. Она мать сама выбирает. Так и должно быть. Она понравилась ему, но он с ней не разговаривал. Сын-то. И вдруг она уехала. Уехали когда они там. Ты помнишь, я беседовала с ней? Да это же после крещения сразу. Ну да. За столом сидели. А она-то тут при чем? Она вообще-то. Она за лошадями ухаживала. Это ее сестра была, старшая. А разве не была? Вы об этом говорили. Они похожи просто на мать обе. Была-то Енафа. Еня была. А это Ефросинья. Еня была до лета. Она потом мне написала о моем мире. И, так сказать, мы узнали. Она не такая. Конечно, жаль. Я ее даже не видел ни разу. И то подумал, как хорошо. Вот это правильно, когда мать смотрит, узнала. Жить-то и с сыном, и с матерью. А юноша-то, который жениться, она думала. Ну, ему уже 20 лет, наверное, совершенно. Он такой смиреный. Прямо тоже понравился. И оказалось, вот такое дело. И мне не касается. Все ржалка стала, что нехорошие все. Эх, не туда, не там она смотрит. Есть хорошие девушки в селениях. Да. В некоторых. Я вам говорю, вот у нас, как есть. Если которые наши были, и сошлись здесь, по согласию, все. То тогда можно что-то ожидать. Ни одного пока развода нету. Видите, у нас хорошие отношения с потеряевскими, со всеми. Вот я сразу пошел, и я уже думаю, какой подарок им сделать. Поговорил, как она будет себя вести, не знаю. И с ней я ни разу не говорил с невестой, которая потеряла. Она ногти красит. Ух ты. Когти красит. Кто сказал? Я. Ты видел? Ага. Не знаю. Ну, в Инстаграм зайдите в ней, там все, она на виду. Ну, не знаю. Укрыться невозможно, что затеял Карабас. Это полный определитель. Вот батюшка рассказывает, у них в армии, это... А он бороду бреет. В 80-е годы было еще. И она к нему приезжает, воинскую счастье, приехала в штанах. А тогда еще не носит. Он сказал стране снять и изрубить. Иначе его больше не принесли. Она страна все это сделала. Понимаешь, как вот нужно считать... Я люблю произведения Расула Гамзатова. Он такие маленькие этюдики бросает. А один похвалился, я женился. Жена красавица, такая, в работе со всем. Он говорит, где живешь? Да я живу тут на ползунова. Ну, он решил приехать. Мужа нету. Пришел, здравствуйте, здравствуйте. А кто здесь живет? Как будто не знает. Она говорит, такой, такой, так. А вообще надо. Ну, так, я может подожду. Нет, здесь не надо ждать. Вы там где-нибудь подождите. Он вечером в 6 часов с работы придет. Ну, и на него отсчитала, как следует он ушел. А потом встретился. Так жена говорит, ты приходил? Приходил. Он говорит, дом-то хороший у тебя, а дверь не кудрешная? Да, молодец. Он пришел домой, все двери осмотрел. Вестят как надо. Дверь хорошая. А потом из жены-то когда стала вот от одежды выходить, он тогда понял, дверь. Это жена. И правда, она его так досадила, он разошелся. Теперь второй раз приглашает. А так, приходите, он сейчас придет. Не бойтесь, если не придет сразу, я вас тут займусь. Сейчас тут положила, перед ним что-то накормила. И он после встретился и говорит, дом у тебя хорош, но лучше всего дверь. Такая прекрасная дверь у тебя. Это ему бы кто приходил шелбушку дать? А? Шелбушку ему дать, чтобы не шарился по женам, по чужим. Молодец какой. Закорми его. Такая дверь хорошая. А там еще и спать уложили. Нет, это не надо придумать. Он не спать, ничего. Конечно. Он увидел, что она действительно приветливая в доме. Не открывайте дверь чужим. Правильно вы говорите? Правильно. Не открывайте дверь чужим. Ревнуй-то странно. Один был в Потеряевке недавно, приехал, и Сталин говорит, он такой хороший парень-то. И когда пойдет, погуляем. Я пошел гулять, гляжу, у него слезы. Я говорю, все, женить в этом мое. Жена неприветливая. Я кого не приглашу, она всех отбреет. Под разными причинами летит. А я без этого не могу. Я родился. У меня верующие друзья-то хорошие. Да, на них дом. Я увидел, он только посожалевал. У меня вот если кто придет, он не выйдет, пока его там не накормят и не проводят, и на дорогу не дадут. Это Бог так делает. А почему? Потому что сам был дурачок и такую же взял. Это сидят, наверное, отец Василий Фадевич, и у меня Тихо Дмитриевич. Сидят и разговаривают. Ну как? Отец говорит, я-то думал, сын у меня в партию вступит, других детей поможет поднять. Ну, должность какая-то будет. Учился неплохо. Вот с ума сошел, с Богом связался. А тут сидит отец, тесть-то мой, говорит, и моя тоже такая дурочка. Вот училась же, все было, и все оставила. Вот они нашли дурачок и дурочки. Сошлись. Петушок да курочка. Ну, по их меркам. У меня написано, как в стихотворении отцу писал, как в басне надо в наш беде случиться. Служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. Соответственно, каждому отвешенному. Это, кто рассказывает, это опыт. Ну, и сказали, ну, еще из-за этого. Еще нет. Я уже так скажу потихоньку, чтобы Надежда Всеволодовна не знала. Она решила сделать, называется, Стефания. Такими слоями там что-то на сухарях, потом сметаной мажется, потом еще как-то тесто. Многослойная башня. И в виде пряника. Но у ней там чего-то не хватило. Она сожалевала, говорит, засухла. Они мягкие такие. Ну, отец, а дальше что-то кусать? Куснул. И фляник-то гернул. И зуб торчит на флянике. Так отец коров пас. Он пошел с той стороны деревни. Пряник с собой взял. Сноха приехала. Вот угостила. А Надежда Всеволодовна переживает. И опять соседке подойдет, поговорит. А у меня Астаха приехал. Вот угостила. Он его пряник-то ни разу не проглотил. Вот как уснул и зуб остался. Ну, Надежда, зуб-то такой был, нарочный, что уже. Ну, главное то, что на прянике застрял. Он его не трогает. Сувенир. По всей деревне. Отец общительный такой был. Газеты у нас хорошо читать умел. Пророчески. Он отец все читает. Панорама там. Политическая панорама. Панорама. Шурохнут мышцом, как пыльно. Эти все панорам разбил. Потом переводит так. Еще что-то там было. Приехал тогда Фидель Кастро. И в это время, кажется, это Терешкова, Валентина. И где-то они сфотографировались. А этот мужик давно тут околачиваются. То ли женили его. Борода петербург давно околачиваются. Ну, это сказать на такого. На меня, на соседа. Ну, это глава страны. Революционер прирожденный. Да. И он сам считает газеты. Да. К войне собирается. А сейчас я пошел. Там что-то надо было там зарядить. Бензину нет. Машины стоят. Ох, будет же. Шурохнут пыльным. Мешком из-за угла. И все. Это он политическая обстановка. Обсказывал. Рассказывал. Что дальше будет? А это написано. Человеческий помет. Добро. Будет до седла человеческого. Ну, это он как раз прощает второй год. Это Библия написана. До верблюжья седла будет лететь. Помет человеческий. Помет. Тут у нас один знакомый. 80 с лишним лет. А пьет и курит. А верующий любит Осипова. Ой. И вот он ему майку пристанет. Не майку, а футболка называется. Или как-то там. Кофта. И тут написано. Ибель шайся, тупий шудик. И вот так руками показывают. Я посмотрел. Ну, что ж такое. Я не поверил. Я тогда взял. Позвонила у нас одна сестра была. Зина. Москова. Она преподает в АГУ. Немецкий язык. Она говорит. Ну, это вот так это. Я навоз. Я говорю. Может не навоз, а говно. Ну, да. Ну, тут так это. Дерьмо можно перевести. Она культурная вообще. Я говорю. Надо же. Неужели так? Я тогда позвонил в Германию. У меня племянница там. Извинял. Я в интернете зашел. Я говорю. Вот такое. Да это так. Я говно. А вот так палец. А ты виноват. Вот так вот. Тупий шудик. Это что я такой дурак. Это я был не такой, если бы не ты. И ты помешал. Я ему когда расшифровал. Но футболку снял. Больше никогда не наделал. Китайцы, я говорю. Продают. И что там эти? Ну, палочки там разные-то есть. Ну, она выглядит. Какая красивая. Она надела ее. Вышла и стоит. На митичке подошли. И ха-ха-ха. Один, другой. Она видит, что-то не так. Она вернулась опять в гостиницу. Где она там остановилась. И говорит. А что написано? А посмотрите на меня. Я распуфырная дура. Она эту в кофту-то сняла. Вот смеются над нашим братом-то. Надо изучать язык. И уменьшайся. То есть я дерьмо. А то пишу диктейльного. На колку себе тоже делают. А? На колку себе делают. Вот так на груди. Ну, не на груди. Да хоть где. На руках обычно. На колку. На бедра. Что ты сделала-то? И китайский изучает. Она говорит. У тебя написано, что срок годности там 12 месяцев. Ну, взяла красивый этот. С баночки. И накололась. Сейчас можно зарядить в яндексе на любой язык. 90 языков. И рядом на русском языке. Ну, не все так. Я стихи свои там заряжал. Гляжу правильно. Ну, стихотворного уже ничего нет. Потому что это мог только Набоков сделать. Вон, кентавр был. Одинаково писал. По-русски, по-английски. Но его же это. Набокова это ловит это. Да, чтобы его и не было это ловит. Да, да. Есть и фильм поставили. Да же заняться им нечем дуракам. Это, говорит, кто педофил всех времен и народов. Ну, это так. Ну, ладно. Все? Все. Да. Все. Молитесь, Игнатих, дочек. Достойно есть я, кого истину, уложите Тя, Богородицу, пресомлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и сомнейшую без сомнения Серафин, без изменения Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем. Пусть Валентина помолится. Не умею. Людмила, благодари Бога. Господи, благодарим Тебя за этот день, благодарим за это собрание, Господи. Как Ты позволил нам собраться. Не оставь милости всех, кто здесь находится. Благодарим Тебя за Игнатия Тихнич, который нас еще и веселит. Не оставь милости, Господи. Пошли нам, Господи, такое дерзновение, чтобы нас не насильно отправляли на благовестие, чтобы мы сами ходили и благовествовали людям, которые находятся рядом с нами, Господи. Сохрани наши дни. Не оставь нас милости, чтобы мы шли по путям Твоим, Господи, и не свернули ни налево, ни направо. Ты сам знаешь, какие пути каждый выбрал. Что у нас на сердце, Господи. Ты только один сердца наши. Видишь и дела наши. И знаешь наперед, что будет с нами дальше, Господи. Благодарим, что не оставляешь милости своей. Терпишь нас, Господи. Посещаешь в болезнях всех страждущих. Благодарим Тебя за веру, дарованную нам, Господи. За призвание, которое Ты нам дал. Благослови на пути этом. Не оставь милости до конца дней жизни. Благодарим Тебя. Благослови и сохрани. И огради нашу крестовозвиженскую и свято-анфемическую общину. Сохрани всех братьев и сестер в вере Твоей, Святой. И молодежь нашу не оставь, Господи. Дай Ты им покаяние во всех делах их. Когда они придут к познанию истины, веруют в Тебя. Помоги. Так жалко, так много молодежи. Прости нам, Господи, что мы недостойно их воспитали. Тебе слава веки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Слава Богу. Нет, Галина, Губайкина. Она бы Тебя сейчас позавидовала. Скажет, мне не разрешили, а она так много болится. И скажи, Людке, чтобы она больше так не делала. А, так и было. Она на жену говорит, Линке все разрешают, а мне нет. Я вспомнила. Так, по древесу брать. Да.